1418 дней ночи страха и безысходности. Говорят, в день, когда началась война, 22 июня 41-го было солнечно. В полумраке Советский Союз оказался в одночасье. Фашистская Германия, напавшая на нашу страну без объявления войны, нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и местам постоянной дислокации войск. Советский народ ответил врагу единым мощным сопротивлением, защищая Отечество. Вспомнить о героях сегодня пришли все, кому небезразличны подвиги прадедов. У каждого из собравшихся на площади славы истории свои, но все их объединяет общая боль. У меня дедушка погиб по матери, и три его брата погибло. У меня папа участник войны, он воевал с японцами, имел ранения. И, конечно, тоже прошел через путь тяжелый. Дед, военный фельдшер, воевал в Первую мировую войну. Отец 20-го года рождения, Клюкин Павел Максимович, воевал Вторую мировую войну. Почтить память ветеранов, героев Великой Отечественной войны пришли сотни самарцев. Цветы горельефу, скорбящей матери родине, возложили губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, областные и городские власти, а также представители ветеранских общественных организаций, юнормейцы и неравнодушные жители города. А как же, как же не помнить их? Вот сегодня, посмотрите, в любое время стоять на страже своей отчизны. Это долг каждого мужчины, я считаю. Защищать надо в любую минуту готовым быть защитником своего отечества, мужчинам особенно. Нужно это помнить долго-долго, пока мы живы, не только пока мы живы, чтобы это из поколения в поколение передавалось. Вот это очень важно. Патриотизм – это самое главное. С греческого патриотизм переводится как родина. А родину надо любить. Будем любить, будем жить. Тяжелая кровопролитная война завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. В ходе сражений погибли почти 27 миллионов человек. Из них около 9 миллионов на поле боя. И более 2 миллионов умерли в плену. Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. Церемония в изложении цветов в День памяти и скорби завершилась минутой молчания. Ольга Павлова, Константин Головин. События.